Вы знаете, у нас будет очень интересный абонемент, будет очень разнообразных четыре концерта. И мы в некотором смысле продолжаем такую линию, связанную с юбилеями, как вот в прошлом сезоне мы отмечали юбилей, например, Сергея Васильевича Рахманинова. Немножко незаслуженно обошли стороной юбилей выдающихся русского баса Фёдора Ивановича Шаляпина. И его, так сказать, фигура будет в нашем абонементе, я об этом сейчас расскажу. Да, первый концерт-абонемент посвящен выдающемуся нашему композитору Валерию Александровичу Гаврилину. 85 лет со дня рождения, который мы в этом году отмечаем. И это будет очень необычный концерт, поскольку это будут звучать переложения, обработки его песен, обработки для мужского хора. И также прозвучит сочинение, выдающееся его сочинение, которое называется «Военные письма». Мы его исполним совместно с оркестром Онега, совместно с детским хором Теллерова и совместно еще с моим любительским мужским хором, мужским хором Карелии. Замечательные солисты у нас будут наша Алина Кордакова и баритон из Москвы Семен Мусатов. Это первый концерт-абонемент. Второй концерт посвящен, как я и сказал, уже творчеству выдающегося нашего баса Фёдора Ивановича Шаляпина. И в этом концерте прозвучат исключительно обработки русских народных песен. В этом смысле этот концерт крайне будет необычный. И он такой самый русский концерт из всех, может быть, в хорошем смысле этого слова. Третий концерт-абонемента посвящен, как и прошлый весь сезон, творчеству выдающегося нашего композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Конечно, мы, я думаю, что не в полной мере еще насладились юбилейными мероприятиями в прошлом году, проведенными. В этом концерте прозвучат переложения для мужского хора преимущественно романцев Сергея Васильевича Рахманинова. Ну и заключительный концерт-абонемента, он будет стоять и стоит у нас в плане уже прямо на Пасху. И это будет очень красивый, светлый, пасхальный концерт. И при этом, при всем, это еще будет авторский концерт композитора Антона Олега Черезкова, нашего друга, у которого в грядущем 25-м году будет юбилей, ему исполняется 60 лет. Вот, и это будет такой концерт и пасхальный, и авторский вечер. Ну, в общем, вот четыре очень разноплановых разных абонемента исключительно с русской музыкой. У нас, получается, в сущности, кроме концерта, посвященного творчеству Гаврилина, все остальные концерты так или иначе вот с кем-то из гостей. Если на шаляпинский концерт, посвященный творчеству Шаляпина, это будет музыкально-итературная композиция, как мы уже делали по творчеству Есенина, по творчеству Высоцкого, и в этот раз точно так же будет по творчеству Шаляпина. Наш выдающийся артист, заслуженный артист Карелии Александр Картушин выступит в роли Федора Ивановича Шаляпина. Ну, а мы будем дополнять вот этот образ уже непосредственно исполнением русских народных песен. В концерте Рахманиному, посвященному, там будет как раз-таки вот гость из Москвы, очень известный журналист в музыкальном мире, которого зовут Йоси Тавор, ведущий программ на радио Орфей, и он выступит в роли музыкального лектора. Он сам попросил так его указать, сам назвать. Он будет рассказывать именно о творчестве Рахманиного, он ездит с этими лекциями по стране, с ним одно удовольствие общаться. Я думаю, что публике, которая ценит творчество Рахманиного, да и вообще классическое творчество, будет очень интересно общение с Йоси Тавором. Да, ну и концерт пасхальный, Пасха Красная, в котором будет принимать участие Антон Олегович Юсков. А мы по опыту прошлых лет знаем, какой он великолепный рассказчик, эрудированный музыкант, его одно удовольствие слушать. И он, конечно, сам с огромным удовольствием, он мне сказал, проведет этот пасхальный день и пасхальный концерт, и свои авторские сочинения, он сам все будет рассказывать. Вот в сущности все четыре концерта это будут практически полностью музыкальные премьеры, потому что переложения гавриленских песен для мужского хора в том объеме, в котором мы исполним, их, конечно, здесь еще не слышали. Русские народные песни тоже очень многие будут сделаны обработки специально для нас, специально для этого концерта, поэтому тоже, я думаю, это будет много музыкальных сюрпризов для публики, и премьер в том числе. Рахманинский концерт, само собой, потому что романсы звучат в исполнении хоровых коллективов, переложения, я это слышал неоднократно, но в мужских хорах не так часто. Но у нас уже был небольшой опыт, вот мы в прошлом концертном сезоне исполняли три или четыре как раз-таки переложения рахманиновских, и надо сказать, что у публики они были приняты очень хорошо. Поэтому я думаю, что этот концерт будет такой в этом смысле премьерный и очень интересный для слушателя. Ну и, конечно же, в пасхальном концерте обязательно произвучат новые сочинения Антона Вискова, в этом смысле без премьер тоже не обойдемся.